всем привет вы на канале стрик с вами виктор и мы продолжаем делать обзоры в мире кораблей и раз так сложилось что данная лодка у нас находится в продаже в прем магазине это азума японский тяжелый крейсер но тяжелую не потому что он бронирован а потому что орудие калибром 310 миллиметров итак давай смотреть что у нас представляет из себя данный корабль это прям 9 да он способен фармить но я не могу сказать что это лучшая покупка среди девятых крейсеров премиумных есть лодочки поинтереснее карно туда не относится но тем не менее и так по бронированию вся конечка 25 миллиметров карма 25 миллиметров бортовая обшивка двадцать семь двадцать семь палуба двадцать семь надстройки небольшие в стиле японцев и небольшой такой кормовой бронепояс 120 миллиметров что он здесь делает это вообще отдельное кино и на самом деле кого он блин нафиг здесь прикрывает мне непонятно но скорее всего если наверно разбираться то может как-то исторически он скорее всего прикрывал именно что-то связанное с рулями но но траверс цитадели он не прикрывает никак о чем это говорит первое мы страдаем от фугас пробивают нас все кому не лень авианосцы я вообще молчу немецкий авианосец еще и вам цитадели будет прям насаживать по самой неболой что мы убираем цитадель приподнята торчит 178 пробить не составляет никакого труда данный крейсер ловит стадели в любую проекцию но иногда что-то где-то может вытанковать 27 миллиметров позволяет нам вытанковать снаряды калибром 380 миллиметров но если они залетают по касательным что до другого так это вам вот в эту корму вот в этот нос прислать цитадель может кто угодно 25 миллиметров пробить не составляет никакого труда за ним траверс цитадели и в задней кормовую прилетает чаще всего данный крейсер все-таки крейсер среднего дальнего боя он не про ближний бой вообще ни разу да где-то вы в какой-то момент можете там с крейсером линкор вы не танканете вы отвалитесь это сто процентов но об этом мы еще поговорим соответственно раз у нас здесь нету никакой кормовой нашивки все довернули ромб вам сюда залетит здесь та же самая история очень уязвимый что у нас пхп а пхп 58 350 не так много не так мало ну что-то такое среднее так скажем но ввиду того что все-таки крейсер играется на дальней средней дистанции вешать ему еще какое-то четверное бронирование ну так скажем 27 оконечки и допустим здесь вот 32 но убить его уже будет довольно таки проблематично и не просто проблематично пипец мы как проблематично когда будет крейсер с таким бронированием запулькивать на дистанции в него 1 попробуй попади а второй еще попробуй пробей когда будет одни рикошеты соответственно это балансная правка ничего с этим не поделаешь но не танкуем вообще никак ничего мы танкуем только за счет маневренности и дистанции это я ярко покажу в бою как это делается по таза 22 для него не существует по таза две торпеды все привет итак ладно с этим разобрались что у нас дальше давай перейдем к по поводу нету вот все что здесь нарисовано вот по здесь нет нету 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 вас задолбит 10 авик особенно бобрами фугасными штурмовики будет отрывать от вас колоссальные цифры и играя на дистанции вы зачастую остаетесь один без поддержки соответственно вы и узвимы но бывают только такие моменты что авианос лень за вами летать но по факту по его здесь слабенькая в стиле японцев у того же залп его будет поинтереснее посильнее но все-таки девятку но хотя казалось бы большой крейсер тут вот 100 миллиметров кином по нафтаки или тут еще двадцати пяти миллиметровый но нет его ребят слабовато заград огня по моему нас по моему нету заградки на нет есть 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 заградка но она вас не спасет так дальше его есть маневр 34 вполне приятная скорость для тяжелого крейсера комфортно дальней дистанции на средней этого хватает где-то что-то поменять фланг пожалуйста всегда успеть вот циркуляция 920 для такой бандурины это неудивительно но это слабое место данного крейсера доворачивать на нем нужен только в инвизии либо что вы уверены вас пронесет и вам не выбить стадель подставить вот этот борт вам прилетит либо суда либо суда он очень очень закладывает огромнейший круг и вот это вот дурында разворачивается очень долго время перекладки 67 это с модернизациями на перекладку рулей стоит она у меня вместо маскировки но мы туда еще тоже чтобы дойдем вот лучше всего отворачиваю в инвизию заранее продумывай когда ты уйдешь циркуляцию если вы на данном крейсере сблизитесь с вражеской цели там будет линкор у вас развернуться бесплатно у вас не получится вы сто процентов выхватить потому что маскировка при моей при моем билде она составляет 13 2 до ее можно разогнать разогнать сильнее но ребят просто ими имеет место быть нельзя подставить здесь борт мало того что вы можете подставить борт так здесь еще даже если вы будете идеально все делать уворачивается так далее вот вот сюда вот ну залетает вот залетает отрывается это или прям постоянно это слабое место далее давай перейдем к оснащению соответственно основного выражения здесь система борьбы заживучесть модификация на точность здесь больше в сайт нечего далее у меня опять стоят рули и рули почему маскировка на дальней дистанции в 13 2 но смысл не разгонять если я на данный крейсер не собираюсь сближаться там на 10 километров мне это не нужно мне комфортнее и выгоднее правильнее находиться все-таки на километров 16 17 тех же там 15 тогда спрашивается зачем я такая маскировка где-то от эсминца ну да но если смеет захочет вас светить он все равно вас высветит вы все равно будете стрелять и вы будете за светом рули же я использую место маскировки потому что радиоциркуляции огромные если вы не будете брать рули перекладка здесь будет в районе 11 секунд это очень долго здесь очень повторюсь уязвим задний траверс и чтобы успевать стрелять передних орудий в кайте то есть танку и обратным рамбом вот без этого никак как это работает я тоже тебе покажу далее по оснащению gap либо заградка на выбор смотрите сами корректировщик и хилки тут по поводу оснащения есть на чем остановиться есть о чем такое небольшую отметочку сделать это довольно таки важно у нас 5 хилок и это не обычные хилки это не просто какая-нибудь там нет она не выхиливает там много хп 350 в секунду время работ 28 вы посмотрите на время перезарядки 38 секунд это на самом деле очень сильно помогает ввиду того что нас частенько все пробивают и хилиться нужно здесь ты не успеваешь поражать одну хилку вроде там что-то два раза выстрелил все смотришь а у тебя уже следующий хилка готова за это спасибо это очень-очень помогает в плане выживать где-то хп шичку свою восстановить артиллерия 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 вернемся в порт 310 миллиметров баллистика японская стиль зао попадать можно абсолютно на любой дистанции это очень точное орудие дату цифра 183 на 19 километров блин реально снаряды попадает да там на максимально уже есть какой-то все-таки разлет но на средней дистанции снаряды летят прямо вот куда ты их отправил туда летят кучно попадает соответственно это у нас японские фугасы 5100 вероятность поджога 28 единственное что огорчает перезарядка в 17 6 далее здесь нельзя не упомянуть бронебойки бронебойки здесь хорошие да они работают только по надстройкам и бортохода то бишь по бронированным кораблям которые ромбуют даже крейсера все-таки вы уже не пробьете нужно чтобы вот именно вам четко подловить и бабушки здесь поверьте злые 8 650 вот с этих трех орудий линкор офигеет если вы долбанете ими поэтому не забывайте чередовать все-таки снаряды и пользоваться этим бэшки здесь все-таки злые далее соответственно капитан поворот башен японцы башни тугие крутится медленно здесь на средней дальней дистанции спокойно можно вести цель в принципе на ближний но в клинче вы уже в этом плане проиграть далее взрывотехник отчаянный приоритетная цель супер антодант маскировка мастер заряжающий и для перезарядки корректировщика я постараюсь рассказать других вариаций я здесь не вижу если вы хотите его вам прямо вот бесит алики соответственно выкачиваете по его и в конце в модуле также ставите по его уже будет что-то попроще сбивать но я бы все-таки не стал перки тратить на пво соответственно я поднял количество снаряжения маскировочку раскачал приоритетная цель чтобы знать держит на фотофокусе сделает ли зал потому что на дистанции вы не всегда можете за всеми наблюдать это все-таки подсказывает что по вам кто-то хочет сделать зал соответственно отчаянный разгоняем перезарядку пилинг чтобы понимать где находится сменец откуда могут прийти торпеды соответственно вроде есть gap и пилинг как бы не нужен но вообще этот капитан у меня зала и играя как-то вот в такой вот сборке заряжающий нужно чтобы быстренько с фугаса все-таки на бронебойки перейти и успеть за зандали где-то около 7 там секунд будет перезарядка вот такое вот такая вот получилась сборка что еще до геймплея данный крейсер способен набивать очень большие цифры урона но это крейсер все-таки не особо сильно влияет на бой почему смотри в основном ты играешь от фугасов и это правильно это геймплей в стиле японцев у нас есть все таки маскировка у нас есть фугасы то есть выстрели видим по нам фокус отсвечиваемся ждем когда цель либо сделать залпу кому-то другому мы начинаем по ней работать либо же смотрим куда у нее повернута орудие постреляли подожгли отсветились в ремку кто-то поражал все повторно пожар накинули но пожары отхиливаются пожары отхиливаются и соответственно толку что в этом накидали 60 тысяч а цель-то отхилилась далее также очень хорошо работает по эсминцам за счет своей кучности и точности можно попадать на довольно таки высоких на 15 километрах по целям что еще что еще а я думаю еще необходимо подписаться на канал поставить лайк под этим видео если тебе что-то делается ставишь дизлайк никуда не уходишь мы сейчас тобой переключимся в бой где я расскажу все так вот наш тобой бой девяточки десяточки восьмерочки полный набор есть линкоры и вот это вот все моменты вообще данный крейсер это конечно же по сути копия ешина хотя это немножко наоборот азума вышла раньше потом вышла ешина геймплей один в один ничем не отличается что по поводу еще раз урона я вроде как начал но не договорил да вы способны наносить очень много урона за бой и вроде бы когда это хорошо но влияние как такового вы не оказываете а давануть на данном крейсере довольно таки проблематично поэтому все-таки геймплей японский фугасный но он тоже по сути где-то имеет свое место быть потому что все-таки линкоры выжигать ну тоже дело такое сами знаете и так закинула по центру я пойду на 1 2 3 линию мне там немножко поинтереснее там есть где прятаться за островами меня будет сложнее прострелить соответственно где-то могу ответиться где-то могу спрятаться и соответственно быть все-таки ближе на 7 8 9 в этом плане мне будет посложнее спрятаться будет некуда особенно если начнут давить и приходит и придется сдавать заднюю так скажем поэтому смещаюсь ну как обычно чё ждем засвета ждем засвета вариантов нет покупать или нет покупать или нет да честно я не знаю если тебе подходит данный геймплей японский вот этот фугасный заплевывание то почему бы не если тебе понравится допустим моё видео или ты посмотришь еще где-то что-то сделаешь какое-то сравнение не могу сказать что плохой корабль не могу сказать 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 но все таки одна из главных и слабых его сторон это бронирование это тяжелый крейсер только из-за орудий по факту брони здесь очень 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 мало но давай не будем этот вот разглагольствовать перейдем к бою хотя к бою тут перейти то особо то не походу не получится у нас только сталинград тут светится но подождем мы подождем нам с тобой торопиться некуда засвечивается помирание я тут уже корректировщика поднял ну блин отсвечивается я люблю стрелять с корректировщика это прям зачастую компенсирует нехватку дальности меня он прям выручает мне с ним приятно и поэтому я поставил соответственно перк на перезаряд корректировщика но перезаряжается он тут довольно таки долго что мы делаем первый пожар смотрим потушила нет если потушил нужно развести на еще один пожар и будет вообще прекрасно 2000 я попал довольно таки плохо к сожалению не угадал помирание стала доворачивать но ничего страшно ничего страшного обрати внимание что дело и тот же момент обрати внимание на циркуляцию какая она долгая но зато как неплохо я успел разогнать рули чтобы быстрее их закладывать что я делаю я стою в кайф 8 206 попаданий блин замечательное орудие в этом плане к ним вопросов нету фугасы идеальнейший и выставляю обратный ром в уме держу сталинграда потому посмотрел как он движется соответственно сталинград у нас идет другую сторону на отход закидываем после ремки пожар и вообще красота главное держать в уме это сталинград и тут надо помочь сакизуки тон там что-то фрисланда нашего хочет забрать ну и соответственно делаем первую кровь срабатывает талант 20 тысяч уже накидали жгем помирание максимально максимально выворачиваю корабль поставить обратном чтобы не залетала хотя даже такую проекцию 25 миллиметров корме уязвимы но все же авось помирание не знает куда и нужно стрелять да и вроде как не трог главное держать всегда в уме это сталинград потому что прилететь от него в такой ромб который я стою да он очень острый блин отлететь может пол лица при этом как я говорю мы здесь стали за острова это правильно это нормальный геймплей для японцев то есть это как я говорю 15 километров помирание вообще на 12 что мы будем с тобой делать я зарядил бронебойки я тут думал сейчас стали короче тут развернется и подловлю но блин нет не хочет жду выжидая не тороплю стрелять я прям надеюсь что стали какую-нибудь ошибочку сделает не свечусь за это время можно пока я тут его выцеливаю сделать был как минимум два выстрела но все же надеемся потому что забрать такой крейсер довольно таки ценный результат но не хочет он не хочет оглядываясь по сторонам смотрю что у нас происходит и тут он вроде бы как как что-то что-то но нет не хочет не хочет я засвечиваюсь и и сталинград понимает что по нему могут дать залп и соответственно убирает да здороваемся советским союзом и смотри бронебойками практически в нос в надстройки сталинграду блин девять с половиной тысяч залетать сегодня на рикошет весьма недурные вот смотри вот тут я сам виноват сам подставил слишком долго выцеливала и подарила стране града станут стали благо что одно все начинаем немножко отступать сталинград держит по нам фокус мне это не нравится а вот здесь как раз таки перекладку руля она роли сталик все-таки бронебойки сами знаете у него жесткие поэтому нужно дистанцию немножко разорвать чтобы было легче мансить и прочим момент поджигаем накидали уже 50 с лишним тысяч и смотри как быстро перекладывается то есть здесь циркуляция не так важна а вот перекладочка стрельнул с переднего стрельнул сзади смотри хлоп я уже довернул и все снаряды которые по мне кидал сталинград они летят в молоко поэтому я играю с рулями на зао у меня та же самая история сталинград понял что он не может танковать пожары и уходит циркуляцию цифра кита кстати отлетает довольно таки хп у нас быстро мы не танкуем собой ни фугасы а 6 попаданий стабильно есть плюс еще один пожар и 50 тысяч превращается уже в 700 и блин ну на самом деле как бы вопросов особых нет кораблю у меня претензии только к бронированию но как я и говорил будь здесь еще бронирование какое-то нереальное ну но это было бы читерство так скажем это была бы имба поэтому это аккуратный геймплей когда вы следите за всеми кто по вам может прокинуть и аккуратно в нужный момент подавливайте когда нужно отступать нужно добирать сталинграда бабушки 8000 сквознячками прекрасно я не стреляю ему борт потому что будет рикошеты а вот в настройке если выцеливать вот и сам можешь видеть манси нам нужно закинуть сталику пожар 3000 еще накидываем копеечки и вот на 16 все таки разлет уже ты можешь заметить но чуть-чуть начинает чуть-чуть начинает бывает снаряды все таки не тютелька в тютельку летят а бывает вот такие вот разлеты непонятно почему но бывает то есть всего там два снарядика но сталика нужно добрать сталика нужно добрать мы там проигрываем вообще в соляного две точки уже раз сталинград отступает там остался маги зао но надо идти вперед надо идти вперед и не знаю что я такой косой не могу добрать сталика как-то так вот сейчас вот он уходит такой маневр который легко прочитать и опять какой-то разлет вот у снарядов не знаю почему ну прям что-то разлетается ну прям ну дичь какая-то до доковырялись сталинград все у нас слева врагов нет у нас здесь есть а маги закидываю корректировщик и начинаем работать нечего там а маги нашим в борт накидывать мы ему такого не позволим сейчас пару пожарчиков на него закинем он немножко поймет что был неправ и на этом как я так криво стрелять начал я вообще не понимаю в какой момент это все все произошло но в наглую под самого маги мы не вываливаемся мы кидаем по чужому засвету это выгодно потому что 410 в нос оторвут мне лицо оторвут мне лицо это будет очень больно жалко что он не светится постоянно но вроде как по точкам мы проигрываем но по кораблям вроде есть все шансы вроде есть и шансы закидываем еще один пожар у нас уже 100000 тут вроде идеально было я задумался стоило стоило ли переключительно башка на за семь секунд а маги был уже успел подставить ромб и навряд ли бы я попал еще три попадания по 5000 ковыряем ковыряем не хочу не хочу просто так взять в наглую вывалиться это довольно таки печально тут адриатика притормозил думаю почему бы может закинуть запульнуть но его все-таки регала добра и ситуация все-таки уже теперь складывается в нашу сторону но . мы так и не забрали поэтому правильно что будем делать будем набивать домашку будем играть по факту по факту азума она так играется азума азума вы не крейсер который может выйти там на линкор и перестреливать с ним да вы просто будете отхватывать 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 даже я вот так вот играя умудрился выходить одну цитадель 10 тысяч остальное вот фугасами представляете что будет если вы вылить вы лететь до вас эсминец фугасами будет из вас душу доставать нифига это не прикольно тут у нас минус 2 я то думал все нормально нет нифига нужно воевать а маги там осталось всего 18000 раз он на меня не смотрит он делать свое дело благо на пожары все-таки более-менее везет и тут у нас зал вываливается и я заранее заготавливаю бронебойки вот в такой ромб пробить залу если честно довольно таки проблематично потому что уже будут рикошеты а маги зараза потушился но я считаю то что фуловый залу намного важнее вдруг он сейчас завалит циркуляцию и у меня будет возможность пробить его поэтому чуть-чуть сдаю вперед чтобы не наловиться торпед от зал который мог их пустить и чуть-чуть притормозить чтобы все-таки выцелить ему задний траверс попробовать достать оттуда циточку и нет нет как можешь заметить даже на дети километров снаряды бывает косят а за он надо разбирать там уже осталось 31 тысяча опять не залетает вот правильно все дело упреждения то есть сам можешь обратить внимание что в корму в 25 миллиметров и все-таки затащил все-таки я выцелил выцелил получается задний кормовой траверс и вот достали 100 будет 9000 не хочу идти на маги зал здесь рядом нужно что правильно нужно его добрать не надо мне вот эти вот звуки с sms коми залу делает очень интересную вещь он он решил врезаться в остров уворачиваясь от авианосца для нас это идеально залу нам больше с тобой ничего не сделает мы можем ему закидывать фугасики бронебойки здесь уже бесполезно 9000 берем а вот бывает вишь какие залпы точно вот прям вот смотри летит прям ну разве можно докопаться ну прям прекрасно держим в уме о майке который у нас есть справа и 3000 ну прям совсем просто я даже уже начиная заваливать в сторону а магии и как бы дело до зал мне особо нету по пеллингу понимаю где он находится мы смещаемся вот именно вот про такое аккуратное давление ей говорил то есть мы понимаем что у нас есть возможность сближаться мы потихонечку сближаемся то есть разрываем дистанцию наоборот соответственно объяснять уже думаю не стоит ждем и маги ждем за света то маги у нас уже 161 1000 и он тут счет притормозил вообще поведение магии это отдельная история что мы делаем ну стоит я не знаю заболел или чё там может в туалет капитан отошел или еще что-то заряжаем бэбэшки заряжаем бронебойки смотришь как из бронебоек будет отлетать ты только посмотри на эту красоту 11000 замечательно 10 нюанс что хпшки там уже меньше и последующие выстрел они могут быть не такие мощные ну и соответственно блин не хватает 780 хп и того у нас 183 тысячи основной калибр 1 кровь и фрага такой вот ребята крейсер такой вот ребята крейсер покупать или нет я говорить не буду выбирайте решайте сами всем конечно спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии давайте уже доберем все-таки тысячу я как и обещал обязательно на 1000 сделаю приятный розыгрыш все это увидим и конечно же ожидайте ближайших стримов они обязательно будут а мы с тобой досматриваем бой и увидимся в следующих обзорах вот осталось-то фиг да ничего от этого боя как-то так добирают цветку и принципе бой окончен но мы дождемся уж ну не забываем все-таки девятка фармит но чтобы она и фармила нужно нужно немножко попотеть курсу торпеда по правому борту ну и по сути у нас авианосец должен добрать ее всем спасибо за просмотр отличного вам настроения всем удачи